Канобу.ру представляет Большую часть этого зала занимает огромный стенд фаргейминга, который находится вправо от меня. Это почти километровый огромный стенд с очень классным оформлением. Сзади меня находится большой стенд Иксбокса, конкурсы, раздачи, соревнования, в общем, просто рай для гиков. Кстати, здесь, на Игромире, Иксбокс показывает свои самые популярные тайтлы, в которые можно поиграть Halo 4, Excessing Dogs 3 Massive, Star Wars Drive, Metro Redux и Forza Horizon. Стендом Xbox One стоит на стендбуке, где можно поиграть в Dead Island 2. Чуть дальше находится какое-то невероятное количество стендов с железом и с аксессуарами. В общем, настоящий рай для пика-геймера. Осталось всего-навсего принести сюда свои 2D кошельки и разориться. А также здесь присутствует очень большой стенд с играми Mail.ru, Skyforge, World of Peace, Parkway, Strike. Советую вам обязательно подойти к стенду магазина «Один вас интересны». Верина, у них есть для вас интересные и уникальные предложения. Сейчас мы находимся в третьем сзади. Тут, в чёрт подери, тут не только всего интересного. На суток в остальном, что вы можете поиграть в тучи каких-то игр. Drive Club, Order 1586, PES 2015, Тени Мордора, Mortal Kombat X и Far Cry 4. Until Dawn, который на русский язык перевели как «Дошу до рассвета». Squadborn. Также неподалёку вы найдёте Ведьмака 3, а также Phantom Pain. Ubisoft в этом году особенно сильно порадовала своей линией игр. Она получилась по-настоящему мощной. И вы собственными глазами сможете увидеть героев 7. Смотреть на Assassin's Creed Unity. Поиграть в Assassin's Creed is Void. C Crew. На стендах Soft Club вы сможете, ну, ещё раз поиграть в Shadow of Mordor или Mortal Kombat X, но если вдруг вам не хватит на стендах Устейшн. Также на стенде 1С вы сможете поиграть в Dying Light. Помимо этого, Soft Club привезла сюда Total War Attila. Недалёку вы также найдёте стенды Game Zone, если вы захотите купить всяких фиштяков, фигурки и прочий игровой мерч. Одной из главных причин посетить этот игромир стала игра Evolve, которую наконец-то привезли на игромир. Также в третьем зале представлены довольно странные штуки, вроде огромного куска льда, внутри которого находится системный блок. Думаю, на таком ПК лучше всего будет играть в Mortal Kombat за Саб-Зиро. Ну, или хотя бы в Crysis 3, который уж точно его расплавит. Субтитры сделал Dying Light. На стенде видео представлены в видеожилл. Ну, в планшетном виде. Коколус риск. И это, наверное, самое забавное зрелище всего игромиром. Интереснее, наверное, даже в этом случае не играть самому, не крутить, вертеть головой, а смотреть именно заре акции. Потому что люди ведут себя примерно вот так. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Сейчас я нахожусь в зоне Комифона. Впервые этот фестиваль вообще был привезен в Россию. Рядом со мной находится стенд «Звездных войн», где можно приобрести сувенирку. Она, правда, очень дорогая, но она очень качественная, очень красивая. И если вы, например, приобретете ее в подарок другу, то он точно будет счастлив. Также на этом стенде вы можете поиграть в мобильную игру Star Wars «Сторжение». Здесь находится очень милый C-3PO, который, наверное, уже был в каждом инстаграме, в каждом твиттере, и человек, который побывал на «Игромире». Стенд «Звездных войн» — очень красивые декорации, в которых вы могли бы сферопироваться со штурмливуками и другими косплеерами. Мне очень понравился стенд Nintendo. Он, в общем-то, супер милый, потому что там стоят кучи Wii U, там играют детки. Помимо стендов «Звездных войн» и Nintendo есть очень много небольших стендов с всяким геймерским лутом. В этом году в «Крупусе» для меня было, пожалуй, два главных очага позитива. Первый — это сам комик-кон, пожалуй, одна из главных причин, почему сюда вообще стоит идти. Второй зоной добра и позитива для меня стал стенд «Джазданс 2015». Люди в едином порыве плясали так, как будто это, не знаю, последний день на земле, и вот последний шанс танцевать с любимым человеком. Меня действительно это вдохновило, и я залип минут на пять, наверное, просто смотрел на то, как люди танцуют, беснуются, подпевают под «YMCA». Это было здорово, действительно, очень воодушевляюще. Если подвести итог, то игромир стал больше, круче и лучше, потому что появилось большое количество играбельных демок, в которые интересно реально постоять, не знаю, даже в очереди, и потом поиграть. Появилось очень большое количество каких-то невероятных красотых стендов, косплееры. Опять же, ну, это потрясающе. Это обязательно стоит того, чтобы сходить. Каждый год Игромир надо брать. За эти два дня мы пересмотрели кучу отличных игр, посетили множество самых разных презентаций, и нам есть о чём вам рассказать. Но пока мы занимаемся нашими материалами, вы решаете. Ищи вам на Игромир в этом году? Или нет? Пока. Абuts.